МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, друзья! Меня зовут Шоток Варацхелия. Я ведущий программы «Рецепты древней колхиды». Что ели колхидские цари? Наверняка все самое лучшее. Край богатый и рыбой, и дичью, и земля плодородная. А вот что ели простолюдины? Моряки, земледельцы. Конечно же, они ели тоже очень вкусную еду, но которая называлась еда по-бедняцки. Именно одно такое интересное блюдо я и приготовлю сегодня для моих друзей. Для сегодняшнего блюда нам понадобится в первую очередь кефаль, нам понадобится кукурузная мука, безусловно, грузинский сэлш-сулгуни и специи. Блюдо это совершенно несложное, оно и так и называется кефаль-победняцкий с кукурузной лепешкой мчадой. Мы попросили наших друзей наловить для нас кефали, и они нам привезли. И самое интересное, что у нас здесь все из семейства кефалевых, но тут три разные породы. У нас есть пеленгаз, маленький, его сразу можно узнать по красному глазу. У нас есть маленький лобанчик, его можно узнать по черной щечке. И у нас есть астронос, тоже кефаль, но без черной щечки и без красного глаза. По кулинарным качествам считается, что ниже всего стоит пеленгаз, выше всего стоит лобан. А пеленгаз, в принципе, это пришлый гость. Я не уверен, что в древней колхиде он был, но мы же сегодня показываем рецепт, и такие тонкости, наверное, не совсем принципиальны. У нас кукурузная мука, и тут опять-таки есть небольшой нюанс. Логично, что в древней колхиде кукурузной муки быть не могло. Там использовали другие злаковые культуры для изготовления каких-то лепешек. Скорее всего, эта культура была под названием гоми. Из нее готовили как твердые каши, так и лепешки. Но эта культура уже давно не используется в современной Грузии и в современной кулинарии. Поэтому мы будем делать лепешку из кукурузной муки. Сейчас мы подготовим панировку. Подготовим глиняную сковороду кетси. А я напоминаю, что в те стародавние времена стальных сковородок не было. Все делалось на глине. Это имело особенный вкус, потому что глина медленно нагревается и очень долго держит жар. И давайте сделаем панировку. Кукурузная мука мелкого помола. Мы ее вот такую специальную длинную тарелочку. Просто так гораздо удобнее извалять в ней рыбу, если можно так сказать. Но древние колхи были бы не древними колхами, если бы они не использовали, конечно же, местные специи. Мы возьмем чуть-чуть красного перца, грубого помола. И распределим его по всей длине этой нашей тарелочки. Мы возьмем шафрана. Потому что он придает, кроме того, что вкусовые качества, он еще дает очень красивую красную корочку при жарке. Туда же добавляем. И, конечно, мы возьмем сухой аджики, которая в себе содержит много-много-много разных интересных компонентов. И острых, и сладеньких, и перченных. В общем, словами это не передать. Безусловно, нам нужна соль. Возьмем хорошие две щепотки, потому что рыба любит соль. Легче всего это все перемешать вот так вот, ложечкой и пальчиками. Пока все наши специи не перемешаются, и вот наша кукурузная мука не станет чуть-чуть красноватой от цвета добавленных туда ингредиентов. С этим сложным мероприятием мы покончили. Ложку возвращаем обратно. Теперь самая несложная часть. Нам надо нашу кефаль извалять в панировке и аккуратненько уложить ее на глиняную сковороду кецы. Кецы я тоже подготовлю. Для начала, кецы должно быть большое, вы не думайте, его хорошо прокалили на огне до черного цвета. Так еще лучше готовиться на этом блюде. Сейчас я его промажу маслом, отставлю в сторону, панирую рыбу, выложу и направлю все это на угли. Для этого нам опять-таки понадобится салфеточка, которой у древних колхов не было, но мы потомки, мы не древние. Поэтому никто нам не запрещает пользоваться благами цивилизации. Промазываем целиком нашу глиняную сковороду. Так, этого нам уже не надо. Кецы получила вот такую вот хорошую глянцевую поверхность. От масла мы откладываем в сторону. Вытираем ручки. Берем нашу кефаль. Помещаем ее в панировочку. Обваливаем. Раскрываем брюшко. Обязательно просыпаем туда внутрь. Потом чуть-чуть стряхиваем, чтобы там не осталось много муки. Возвращаем нашу кецы. И начинаем выкладывать аккуратненько рыбку. И еще раз в брюшко. Из брюшка высыпаем. Обваливаем. И хвост к голове. Хвост к голове. Кефаль я уложил на кецы. Кецы я отправлю на угли. А в это время я сделаю кукурузную лепешку. На порцию для моих друзей, которые меня уже давно ждут, нам понадобится где-то грамм 500 кукурузной муки мелкого помола. Две большие щепотки соли. Мы должны все это дело хорошо размешать. В сухом виде. И затем мы начинаем добавлять газированную минеральную воду. Которая придаст, вот уже видно, она пенится, очень хорошую структуру нашей лепешки. И она будет воздушная и очень-очень вкусная. О чем мне, конечно же, скажут мои друзья. Замесили мы вкусное тесто. Теперь надо взять кецы. Чуть-чуть совсем его смазать. А он у нас на самом деле горячий, потому что его надо обязательно прогреть. Я вот так вот его беру, но... Да, терпимо. Чуть-чуть масла раскатать. Вот таким образом. Его смазывать не обязательно. Берем наше уже немножко набухшее тесто для лепешки. И накетцы. Аккуратненько раскатываем. Вы удивитесь, но это все. Потому что блюдо у нас простое, бедняцкое, но очень вкусное. Теперь всю эту красоту надо направить туда же, там, где находится наша кефаль, жарится, на угли. И оно будет готово где-то минут через 20. И это все. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Наша кефаль по-бедняцки готова. Несмотря на внешнюю простоту блюда, оно очень вкусное. У нас прекрасная кефаль, у нас ароматнейший мчади, кукурузная лепешка и великолепный сулгуни. Я угощу своих друзей. Мчади надо разломать. Делается это руками на небольшие куски. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Господа, угощайтесь. Спасибо. 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 Я буду пробовать в последнюю очередь, чтобы выслужить сначала всю критику, а потом уже пообедать нельзя с вами. Я хочу поднять этот тост со наших традиций, которые такие же древние, как и древняя Калхида. Кефаль по-бедняцки удалась. Моим друзьям очень понравилось. Я одержал очередную кулинарную победу. А с вами я прощаюсь до следующей программы. Субтитры создавал DimaTorzok